Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет продолжаем читать книгу Судей. 20-я, предпоследняя глава. В 19-й было описано преступлением жителей города Гива, Гива. И в 20-й главе говорится о том, какая жителей Гивы и все колено. В котором этот город находился, Гива, колено Вениаминова. Какое они наказание понесли за свое преступление. И вышли все сыны Израилевы, можно было бы добавить, как один. И собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии. Стереотипичное выражение. От Дана до Версавии, до Беаршевы, южный город Беаршева, Дан на крайнем севере. Вот от Дана до Беаршевы все израильтяне собрались на Общеизраильский собор. Земской собор такой. Для того, чтобы принять решение какое-то. И не только они, весь Израиль, от Дана до Беаршевы, но и земля Галаадская. Земля Галаадская – это Заиордания. То есть и туда, в Заиордании, были посланы части, члены вот этой самой наложницы, труп которой расчленил Левит для того, чтобы призвать к солидарному решению, израильские колена, решению, которое будет наказанием для Вениамина. От Дана до Версавии – это земля обетованная. Земля Галаадская – это Заиордания. Можно подумать, что этим названием земля Галаадская охватывается более широкая область, вообще все Заиордания. То есть колено Рувима, колено Гада и пол колена Менаше, Манасии. И земля Галаадская пред Господа в массифу. Вот эта самая массифа, не раз упоминается в Священном Писании, Мицпа – наблюдательное место, наблюдательный пункт, так переводится. Там было какое-то святилище, видимо, и туда собирались не раз колено Израилевы для принятия какого-то решения. Там был собор начальников израильских. Второй стих. «И собрались начальники всего народа, все колено Израилевы, в собрание народа Божия 400 тысяч пеших, обнажающих меч». Ученые говорят, что эта цифра преувеличена. Трудно себе, говорят, представить 400 тысяч пеших, обнажающих меч, то есть 400 тысяч пехотинцев, воинов. Но есть числа и более крупные в Священном Писании – 400 тысяч. Ничего, на самом деле, удивительного в этой цифре нет, учитывая то, что Израиль к тому времени был уже многомиллионным народом. Даже не один миллион израильтян был, а несколько миллионов. «И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Мицпу, Мицпа, и сказали сыны Израилевы, скажите, как происходило это дело?» Значит, представители колена Вениамина, вениамитяне, одноплеменники с жителями Гивы, допрашиваются. Четвертый стих. «Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал». Отвечают не вениамитяне, а вот этот самый Левит, о котором мы читали в предыдущей главе. «Я с наложницей моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову. И восстали на меня жители Гивы, и окружили из-за меня дом ночью. Меня намеревались убить, а наложницу мою замучили так, что она умерла». Вообще они намеревались его познать, то есть изнасиловать в извращенной форме. Но он здесь, видимо, стесняется назвать вещи своими именами. «А наложницу замучили, то есть насиловали ее, и, наконец, измучили ее до смерти. И она умерла», — говорит он. Обо всем этом мы читали в предыдущей главе. Дальше он говорит, этот Левит, «Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле». Убийство, групповое изнасилование. И все это накладывается на нечто противоположное тому, что называется гостеприимство. Гости оказались для них добычей для исполнения их извращенных желаний. «Вот, все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». Левит призывает израильтян к солидарности, к принятию солидарного, общего, консенсусного, мы бы сказали сегодня, решения по этому вопросу. «И встал весь народ, как один человек, народный суд, и сказал, не пойдет никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. До глубины души представители израильского народа и его начальники возмущены. И вот, что мы сделаем ныне с Гивою, пойдем на нее по жребию». Не надо всем четырехстам тысячам воинов идти против этого маленького городка. Достаточно, наверное, небольшого войска, чтобы этот город уничтожить вместе с его жителями. Но на самом деле не так просто это будет, мы узнаем сейчас. «И возьмем по десяти человек из ста, то есть каждого десятого, от всех колен израилевых по сто от тысячи и по тысяче от тьмы» «Тьма» — это десять тысяч. «Тумен» — отсюда название города Тюмень тоже. «Чтоб они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой наказать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле». Нужно уничтожить этот город. Воинов все-таки остается. Воинов все-таки много, даже если один из десяти. И провизия нужна, необходима, для похода против Гивы. «И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать, «Какое это гнусное дело сделано у вас! Выдайте развращенных он их людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искорением зло из Израиля». «Спасите себя», — говорят они жителям Гивы, «выдайте нам этих людей. Нам достаточно будет для наказания вас вот этих виновников преступления наказать». Значит, не все жители Гивы виновны в преступлении. Они виновны в том, что бездействовали, это да, но не виновны в самом этом групповом изнасиловании и убийстве, которое было совершено в стенах их города. Но, может быть, в одобрении, может быть, просто бездействии. Перед лицом преступления этого они бездействовали. Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих сынов Израилев, не стали выдавать жителей города. Вместо этого они ополчаются на израильтян. Вот солидарность во зле. Израильтяне проявляют солидарность в добре, желая отомстить нечестивцам. А жители Гивы проявляют с преступниками солидарность в их преступлении, не хотят выдавать преступников. Читаем дальше. «А собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войною против сынов Израилевых». Начинается гражданская война. «И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, имеется в виду города колена Вениамина, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных». То есть в Гиве всего 700 отборных воинов. Остальные 26 тысяч – это из других городов Вениаминовых. «Из всего народа сего было 700 человек отборных, жителей Гивы, которые были левши, и все сии, бросая из прощей камни волос, не бросали мимо». То есть довольно-таки искусные были воины. И были они левши. «Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 тысяч человек, повторяется то же самое число, обнажающих меч. Все они были способны к войне». Выше говорилось о том, что из них одну десятую часть только отобрали для войны против Гивы. Ученые говорят, что 20-е и 21-е главы в очень позднее время были редактируемы. Время уже, то время примерно, когда появляется второзаконие. И поэтому несколько, два, по крайней мере, источника, которыми пользовался неизвестный редактор, два разных рассказа совмещаются вместе. И работа была очень большая, редакторам проделаны, говорят. И поэтому не всегда понятно. Одно повествование накладывается на другое. И можно обнаружить даже следы вот этих двух источников, которые иногда противоречат друг другу. «И встали сыны Израилевы поутру». 18 стих читаем. «И встали и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? Они бросают жребий в доме Божьем». Здесь в синодальном переводе написано «дом Божий». На самом деле, в еврейском тексте «бейт-эль». Бейт-эль – это город Вифиль. Что здесь имеется в виду? Дом Божий, то есть скиня в шило, которое находилось, да? Переносной храм Мешкан, назван Домом Божьим. Или здесь речь идет о Бейт-эле, городе Вифиле. Непонятно. И в разных переводах, в европейских в том числе, мы найдем, что это словосочетание, здесь «бейт-эль» переводится по-разному. Одни переводят нарицательно, дом Божий, а другие переводят как название города. Вифиль. «И вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, и сказал им Господь, Иуда впереди». Помните, в первой главе книги Судей «Егуда-яле»? Иуда первый пойдет очищать землю от хананеев, те территории, которые еще не были от хананеев, очищены. А вот здесь тоже говорится «Иуда». Колено, будущее царское колено, очень важное колено, оно должно возглавить это возмездие жителям Гивы. Не уточняется, каким образом был дан ответ, каким образом получен был ответ от Господа, но происходило это пред Господом. Они вопрошали Бога в Доме Божьем, и ответ ясный. Не ясно, каким способом, но сам ответ ясен. Иуда впереди, а вслед все другие пойдут за ним. Значит, в авангарде пойдет воевать воин из колена Иуды. «И встали сыны Израилевы поутру и расположились станом под Легивы. И выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. Город осажден, и вышли сыны Вениаминовы из Гивы». Значит, выходят эти левши, 700 человек ополчения их, метатели прощи, да, искусные очень. «И положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю». На землю арца. Что значит «положили на землю»? Не говорится, что убили. «Положили на землю». Ну, наверное, все-таки следует понимать, что они убили 22 тысячи израильтян. «Но народ израильский ободрился и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. «И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера и вопрошали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего? Господь сказал, идите против него». Вновь сыны Израилевы идут в Дом Божий, или в Скиню, в Шило, или в Бейт-Эль, или, может быть, какое-то есть третье объяснение вот этому выражению Бейт-Эль – Дом Божий. Может быть, в Мицпе было какое-то святилище. Значит, получают опять от Господа утвердительный ответ. «И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них изгивы, то есть воины колена Вениаминова, изгивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч». Итого 40 тысяч человек уже положили на землю. Видимо, следует понимать под этим выражением – убили. «Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий». Опять в Дом Божий. «И сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом». Итак, в 26 стихе этой 20 главы мы читаем о том, что все сыны Израилевы и весь народ пришли и опять пришли в Дом Божий. И вот что это за Дом Божий? Бейт-Эль – город, или это имеется в виду Шилло, где тогда была Скиния. Вот дальше объясняться будет, что все-таки, несмотря на то, что редакции были разные, об этом будет говорить текст, который дальше в синодальном переводе в скобках, в Ленинградском кодексе в Еврейской Библии эти слова есть, но не во всех других манускриптах эти слова имеются. Так вот, в очередной раз, в третий, вопрошаются на Израилевы Господа, идти ли им против вениаметян. Столько уже они потеряли своих воинов, продолжать ли им нападать на Гиву в надежде захватить ее и уничтожить нечестивых ее жителей. И, сидя там, плакали пред Господом, постились в тот день до вечера и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. То, что они вознесли все сожжения и мирные жертвы, заставляет нас думать о том, что это все-таки было Шилло, было Скиния. Хотя, может быть, и Бейт-Эль, там тоже было святилище, может быть, это Митспа, там тоже было культовое место. Но вот дальше, в 27 и 28 стихах, в скобках, правда, говорится о том, что все-таки это, скорее всего, было Шилло. Прямо здесь Шилло не названо селом, где Скиния. Но говорится, 27 стих, «И вопрошали сына Израилевы Господа». Скобка открывается. «В то время ковчег завета Божия находился там, и Финеес, сын Элеазара, сына Ааронова, предстоял пред ним». Скобка закрывается. Значит, вот этот самый Пенхаз, Финеес, сын Элеазара, внук Аарона, наверное, уже глубокий старец, старик, первосвященник тогда, получается так, что эта история происходит в начале периода судей. В период судей лет 300, наверное, а то и больше. Не мог человек столько жить. Пенхаз, да, тот самый Пенхаз, о котором мы читаем еще в Пятикниже и Моисеевом, в книге «Исход». Вот этот самый Пенхаз оказывается здесь еще жив, еще жив, Элеазарта умер давно еще по ту сторону Иордана. Вот Пенхаз жив и пока совершает богослужение, предстоит пред Господом, пред Ковчегом Завета, предстоит. «И о чем же спрашивают они опять израильтяне? Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет? Господь сказал, идите, я завтра придам его в руки ваши». Вот здесь уже Господь дает точное обетование. Прежде, прошлые два раза Господь говорил, идите, и все. Или там Иуда пусть идет впереди. Вот здесь говорится о том, здесь говорится, Господь дает обетование, «Я придам завтра вам в руки ваши сынов Вениамина». И так действительно исполнится. И дальше в 29 стихе мы читаем, «И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в третий день и стали в боевой порядок пред Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна ведет к Бейт-Элю, Вифилю, вот как раз Бейт-Эль тоже, Дом Божий. Можно опять же перевести «ведет к Бейт-Элю», то есть к Шило, или не к Шило, к какому-то Бейт-Элю, Дому Божьему. Но вот здесь, в отличие от предыдущих стихов, которые выше, переводятся именем собственным, Вифилю, а другаях Гиви, полем, и убили до тридцати человек из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы, они падают перед нами, как и прежде. Возрадовались, что сейчас еще раз в очередном сражении еще раз нанесут поражение израильтянам, коалиционному ополчению израильских колен. Но нет. А сыны Израиля сказали, применим военную хитрость, побежим от них и отвлечем их от города на дороги. И все израильтяне встали со своего места и выстроились в Баал-Тамаре. Тамар это пальма финиковая, Баал очень часто используется в названии того или иного места, это слово Баал. Хозяин переводится, но часто означает финикийское божество. Баал. Из осады Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву десять тысяч человек отборных из всего Израиля и началось жестокое сражение. Но сыны Вениаминовы не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина пред израильтянами и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина двадцать пять тысяч сто человек обнажающих меч. То есть почти всех. Мы помним выше говорилось двадцать шесть тысяч было ополчений из разных городов Колено Вениаминова и своих местных жителей было семьсот отборных. То есть двадцать шесть семьсот из двадцати шести семисот двадцать пять тысяч сто обнажающих обнажающих было положено. Видимо убито может быть убито и раненые вместе. Когда сыны Вениамина увидели что они поражены тогда израильтяне уступили место сына Вениаминовым ибо надеялись на засаду которую они поставили близ Гивы засада же поспешила и устремилась к Гиве и вступила и поразила весь город мечом город был предан заклятию заклятие хэром по законам военного времени тогдашним законам израильтяне поставили за засадою условным знаком к нападению поднимающийся дым из города то есть рядом с городом на дорогах происходит сражение воины смотрят ждут знака который увидят что из города поднимается дым это будет знак что город захвачен израильтянами и так когда израильтяне отступили с места сражения и Вениамин начал поражать и поверг израильтян до 30 человек и говорил опять падают они пред нами как и в прежнем в прежнее сражение тогда начал подниматься из города дым столбом часть израильтян в это время захватывают город поражают там всех жителей мечом поджигают этот город поднимается столб дыма это знак тем кто сражается вот этот же дым видят вениамитяне тогда начал подниматься из города дым столбом Вениамин воины Вениамина на полях сражений оглянулся назад Вениамин и вот дым от всего города восходит к небу израильтяне воротились а Вениамин оробел ибо увидел что постигла его беда куда здесь почти все поражены на поле битвы в город бежать уже бессмысленно город захвачен поэтому беда и побежали они от израильтян по дороге к пустыне но сеча преследовала их и выходившие из городов побивали их там из каких городов навряд ли из Вениаминовых скорее всего из городов Ефремовых и городов Иудинах наверное они бежали к иудейской пустыне так что если они бежали к северу то тогда из городов Ефраима окружили Вениамина и преследовали его до Менухи Менуха здесь в синодальном переводе переводится как название на самом деле можно перевести нарицательно то есть до какой-то передышки до остановки военных действий перемирия что ли перемирия здесь не подходит передышка окружили Вениамина и преследовали его до передышки или это собственное имя какая-то Менуха и поражали до самой восточной стороны Гивы Гива Гива ее окраины значит есть восточная сторона Гивы есть Менуха до туда и поражали и пало из сынов Вениаминовых 18 тысяч человек людей сильных вот ученые говорят что два разных рассказа накладываются один над другим редактор собрал их вместе но не до конца отредактировал уже 40 пало уже пало вернее 25 100 откуда же эти 18 тысяч из тех 25 100 пало может быть имеется ввиду убитых сильных или еще другие 18 тысяч были непонятно то есть значит тогда было больше 26 тысяч было 40 с лишним вополчение вениамитян в общем остается какая-то неясность с числами в этой главе обратились и побежали к пустыне к скале ремону и побили еще израильтяне на дорогах пять тысяч человек и гнались за ними до гидома и еще убили из них две тысячи человек где этот гидом гидом тоже не совсем ясно где его локализовать может быть здесь впрочем тоже не имя собственное а имя нарицательное связано как-то с каким-то поражением этих самых вениамитян всех же сынов вениаминовых падших в тот павших в тот день было 25 тысяч человек обнажавших меч и все они были мужесильные значит эти 18 тысяч входят в число этих 25 выше речь была чуть больше 25 25 100 выше мы читали неясность некоторая с числами все они были мужесильные и обратились оставшиеся и убежали в пустыню к скале Римону 600 человек и оставались там в каменной горе Римоне 4 месяца всего-то их осталось из воинов из ополчения Вениаминова всего каких-то 600 человек совсем немного израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом и людей в городе и скот и все что не встречалось и все находившиеся на пути города сожгли огнем то есть не только Гива но все города были сожжены огнем жители Гивы поплатились надо было им выдать нечестивых преступников для народного суда над ними за совершенное преступление в стенах города но они проявили солидарность не с израильскими коленами жителями Гивы а проявили солидарность со своими нечестивыми невалим вот эти вот которые совершили невалу невала нечестие бесчестие беззаконие мерзость в своем городе надо было выдать их бы казнили и все и город бы пощадили и колено бы не погибло в следующей 21 главе будет рассказываться о том чем завершилась эта история с коленом Вениаминовым портал Экзегет Мьезет